И кто наблюдает за гудем своим, тому явлю я спасение Божьего. И дальше Бог говорит, кто приносит жертву, хвалу, тот чтит меня. Бог говорит, мне больше нравится не то, что ты пришел мне овечку и тут кинул, швырнул, я же говорю, какая-то кость собаки. Бог говорит, мне этого не нравится. Я хочу, чтобы твое сердце принадлежало, чтобы ты от всего сердца воздавал мне хвалу, чтобы ты от сердца уделял мне для моей славы, потому что ты почитаешь меня, потому что ты любишь меня, потому что тебе интересно то, что интересно мне. И говорит это самое, кто наблюдает за гудем своим, тому говорит, Господь, я ему спасение может. Вот кто внимательный тому, как он поступает, кто оценивает свои поступки на основании слова Бога. Очень хорошо, когда мы это делаем. Ты как-то поступил и чувствуешь совесть твоя неспокойно. Почитай Библию. И знаешь, читая Библию, Бог тебе покажет, специально откроет те ситуации, где ты поступал неправильно. И Бог сделает все возможное, чтобы ты смог исправиться, смог раскаяться, смог очиститься, смог измениться. И говорит, если ты так будешь поступать, тогда, говорит Господь, я явлю тебе спасение Божьим. Вот то же самое, например, в Новом Завете вечеря, да, то есть что это такое? Хлебо, ну, хлебопреломление, воспоминание о страдании Христова. Что это такое? Это наш анализ. Это то, о чем говорит последний стих этого псалма. Это значит, мы наблюдаем за путями своими. Прошел месяц, и ты взвешиваешь, что доброго я сделал, что плохого сделал. Плохое я должен осудить, попросить у Бога сил, чтобы больше этого не повторялось нам. Попросить у Бога сил, чтобы не было больше этого греха в моей жизни. Пораскаяться, да, сожалеть об этом грехе. И поступать правильно, делать добрые дела для славы Господа. Ну, что Он этого настоит. И делай доброе, ты сам радуешься. Делай зло, ты сам грустишь и сам себя мучаешь. И Бог говорит, вот этим людям, говорит, я и выспаси. Тем, кто внимательны, тем, кто меня не забывают. Тем, кто верны тем обещаниям, которые мне дали. Который, ну, пообещал мне служить, пообещал быть моим слугой, да, и выполняю все это в точности. Бог говорит, ну, это мне нравится. То есть, ему не надо там ваши подачки, ваши десятины и все остальное. Бог говорит, это, в принципе, все принадлежит мне. Все, что Он хочет сделать, это проверить наше сердце. Насколько я люблю Бога. Вы знаете, какой-то парень, девушка, это сам, любит, да, типа, там, все, там, за нее, там, жизнь положил. Так, там, история есть, да, парень пишет, там, девушки, летовое солнце мое, там. Я, там, готов тебе достать, там, луну с неба, там, звезды с неба. Я готов, там, пересечь, там, тысячи океанов, чтобы, там, прийти к тебе. Я готов, там, вообще, там, взобраться на самую высокую гору, говорит, чтобы, чтобы общаться с тобой. Говорит, ну, короче, если дождя не будет, да, в эту пятницу, я, короче, с тобой встречу, да. Если дождь будет, то типа, смотри. То есть, человек очень красиво рассказывает, да, о том, как он, ну, как он любит ее, на какие жертвы он готов идти, да, и, получается, а потом, на самом деле, показывает, насколько он жертва, да, чтобы ноги не промочили. Ну, что ж, у него потом нас, там, будут сопли, это ж некрасиво, да. Или, как другой, там, приходит, мировой магазин, то есть, у него, там, доход, там, тысячи долларов, получается. Он выбирает подарок жене, сам, и смотрит, говорит, там, сколько у вас, там, за 50-м, что-то есть, да, ювелирное украшение какое-то. Ты понимаешь, насколько дорог этим, ну, этому человеку, да, они, там, любовницам дарят, там, подороже подарки, жене, там, вообще, непонятно, что дарят. Ты смотришь на это и понимаешь, насколько человек по-настоящему ему дорог. Это видно. И Бог говорит то же самое. То есть, мне интересно твое отношение ко мне, сердечное, внутреннее, да, насколько, на какие жертвы ты готов ради меня. Видите, если ты делаешь это, да, мне это нравится, я это замечаю, я за это благослову. Я благословляю. Это доставляет мне радость. Если ты, ну, верен своим обещаниям, да, поминуешься моему слову, удаляешься от греха, это мне доставляет самую большую радость. То есть, не то, что, знаете, как иногда люди говорят, что это самое. К примеру, вот, если бы я не согрешил, да, я его не пожертвовал Богу сто гривен, да. Бог говорит, ну, послушание лучше жертвы. Мне твои сто гривен, говорит, выкинь их. В общем, у меня такая, говорит, не ходит. Бог говорит, послушание лучше жертвы. У нас по-человечески можно сказать, ничего себе, так, Господи, ну, что, тебе, в чем прикольно от того, что я постоянно поступаю правильно? Мне не зашукаются, ну, как бы, жертвы к них не надо приносить. Какая тебе от этого выгода? Бог говорит, вот, мне вот это самое большая выгода, когда ты полностью послушен моему слову. А то, что ты сделал грех и пытаешься потом откупиться, да, знаете, как там, замазать как-то этот грешок, там, вот, Господи, я тебе там, ну, там, 20% своей зарплаты отдам, потому что так, так согрешил, так неправильно поступил. Бог говорит, мне это не надо. Мне лучше, говорит, послушаем. И у нас по-человечески кажется, ничего себе, так лучше выгоду получить. Понимаете, как история с Саулом, да, то есть, Бог говорит, пойди этот город сожги огнем. Там ведьмы, колдуны, там, ну, страшные люди. То есть, там разврат до такой степени, ну, достиг, что, получается, прогнило от головы до ног. Ну, все, там надо спалить все. Не бери оттуда ни копейки. Саул пошел. Люди говорят, ну, что ж, смотри, какие овцы классные, какие кони классные, тельцы классные, все такое классное. А царь какой красивый, давай оставим. Саул говорит, ну, в принципе, давай все уничтожим, а этот, чуть-чуть овечит, чуть-чуть тельцов и царя Агады пощадим. Кажется, Богу же больше выглядит, представляешь, что Божий целый год потом храм, в храме будет такие жертвы приносить. Мне кажется, так правильно. Потом этот самый пророк приходит, говорит, со мной волнеет. Ты нарушил завет Божий, да, ты нарушил требования Господа. Бог сказал, сотрез в порошок весь город и все, что в нем находится. А ты набрал двоец, волну, царя пощадил. Ты что, говорит, не понимаешь, что послушание лучше жертвы. Нам можно было подумать, ничего себе, Господи, что себе, там сотни, там сто тысяч овец привезли. Это, представляешь, это тебе каждый день по две, по три, по четыре, по пять, по десять овец можно приносить в течение длительного времени. Это же какая радость. Бог говорит, нет. С этого города ничего не забывало. Все должно было сгореть. Так вот, иногда и мы так рассуждаем, что Богу есть какая-то выгода от того, что я приношу Богу какие-то жертвы. Нет. Просто мы должны быть ответственны в том, что мы говорим пред Богом, в том, в какой завет мы вступили с Ним. И мы должны понимать, что если мы пообещали Богу служить, если мы оценили те блага, которые сделал для нас Бог, и на основании этих благ мы делаем какое-то обетование, обещание, да, служить Богу, поклоняться Ему, исполнять Его волю, тогда мы должны быть верны этим словам. Но если мы нарушаем это, Бог имеет полное право нас осудить. Бог перед осуждением, да, то есть Он останавливает нас, предупреждает о наказании. И если мы не слушаемся, упертые такие, Бог приводит наказание в исполнении. Это мы видим в Ветхом Завете, и очень часто это происходит. Бог сначала предупреждает через пророка, если люди не реагируют, уничтожают. Понятина, история про Ион. Бог посылает пророка в Ниневию, говорит, Ниневия должна быть уничтожена 40 дней. Все, счетчик свечом. Через 40 дней Ниневия сгорит. И Он пришел, принес им это слово. Они прикинули, говорят, ну, как бы, или я буду продолжать грешить, оставшиеся 39 дней, или я покаюсь, исправлюсь, удалюсь от греха и буду жить еще 50 лет. В чем выгодно? Конечно, долго жить. Они покаялись все, оделись во вредище, сказали, все, у нас пост. Еду не завозить, никого не кормить, ни волов, ни быков, ничего. Три дня у нас пост, самый жесткий. Исправьте свои дела, судите свои грехи, исправьтесь. Бог посмотрел на то, как они поступили, говорит, ну-ка, и все, снимается на канале. Через 120 лет Ниневия была уничтожена. Уже следующего пророка не послушали. 120 лет Бог дал нам в жизни. Это поколение прожило достаточно, чтобы насладиться благами Господа. Так вот, вот то же самое делает и Бог с Израилем, и вообще будет делать и в нашей жизни. Мы не должны забывать Бога. Мы должны помнить Его благость. Я же говорю, то есть, никогда Бог не требует от нас поклонения, не сделав в первую очередь шаг, добрый поступок в отношении к нам. То есть, Иисус Христос умер за наши грехи прежде, чем мы стали правильными, чем мы поняли это, чем мы это осознали. То есть, Он уже все сделал, показав, как силы у нас люди. Нам нужно быть вежливыми тем обещаниям, которые мы дали. В момент крещения мы должны наблюдать за своей стопой, за своими поступками. Анализировать, осуждать грех, я говорю, и поступать для славы Господу. Тогда, написано, этим Бог явит свое спасение. И эти люди смогут достойно послать Бога. Окей, аминь. Все. Какую? room bread.